Молочные реки текстильного края. В правительстве обсудили перспективы развития молочного скотоводства. В последние годы отрасль показывает уверенные темпы роста. Глава региона Станислав Воскресенский уверен, что при грамотном подходе за 5-7 лет объемы производства можно удвоить. Создать благоприятные условия. И речь идет не только о деньгах, о которых я сказал, но и об административной поддержке, о задействовании земельного фонда, помощи в развитии социальной инфраструктуры. Второе – это развитие переработки и продвижения региональных молочных продуктов, как внутри области, так и за ее пределы. И третье, конечно же, развитие малых форм хозяйственной и кооперации. На до и за прошлый год выросли до 163 тысяч тонн, отчитался глава профильного департамента Денис Черкесов. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета и льготным кредитам от коммерческих банков. Рассчитывать на них могут не только крупные производители, но и фермеры. По объему производства молока в области образовалось существенное отставание большинства районов от тройки лидеров – Гаврила Посадского, Родниковского, Шуйского районов, которые в совокупности дают 47% объема молока, производимого в области. Есть в отрасли и ряд проблем, которые тормозят развитие. Одна из них – скромное присутствие в сегменте дорогих молочных продуктов, в частности сыров. Другая беда – на прилавках сетевых продовольственных магазинов плохо представлен ассортимент местных производителей. Все это негативно отражается на молочном скотоводстве. Впрочем, развивать отрасль необходимо и по другой причине. Люди задают вопросы, как сделать так, чтобы не умерла деревня. Вы сами знаете, многие деревни и уезжают люди работать на заработки, Москву и так далее. Но единственный ответ – это создавать рабочие места. Губернатор отметил, что молочное производство может стать драйвером сельского хозяйства в регионе, а средства на его развитие нужно тратить с умом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.